сегодня будет дорогой выпуск мы сравним dodge stratus и ford мандео но поскольку мой мандео мне все еще нужен да и канал у нас не про машины а про арбалеты то мы с вами поговорим про те арбалеты которые стоят примерно столько же сколько эти машины меня зовут олег поехали сегодня мы сравниваем два самых убойных и самых удобных арбалета мира обязательно досмотрите это видео до конца потому что в конце я расскажу вам небольшой лайфхак о том как сберечь ваше оборудование это касается не только луков и арбалетов но проблема в том что большинство людей об этом даже не задумывается но на самом деле это очень очень и очень важный нюанс поехали это сравнение напрашивалось само собой потому что в мире существует всего два больших арбалета со встроенным натяжителем и так вышло что оба они от бирхантера кратко про претендентов это mambo fatality рабочий ход тетивы 26 половиной сантиметров расстояние от оси до оси 32 с половиной сантиметра сила натяжения 300 фунтов усилия на натяжителе 100 фунтов скорость 420 fps а длина от 87 практически сантиметров до 92 вес 4 килограмма 5 грамм плечи расположены классически спереди но тетива достаточно хитро расположена со стороны стремени что увеличивает рабочий ход а значит и запасаемую энергию тросы не пересекаются а значит симметрично и не тратится энергия на трение а также есть встроенный натяжитель видео посвящено этому арбалету смотрите по ссылке в описании стоимость на данный момент 150 тысяч рублей сопротив него думар магеддон сила натяжения 360 фунтов скорость вылета стрелы 450 футов в секунду а вес 4 килограмма 210 грамм рабочий ход тетивы 31 сантиметров усилия на натяжителем 120 фунтов размер от 83 до 90 сантиметров это так называемый обратный арбалет у которого плечи смотрят вперед а не назад за счет этого рабочий ход больше размер меньше баланс арбалета тоже более приятный стоимость арбалета на данный момент 250 тысяч рублей а еще у меня есть новая мишенька которую мы тоже с вами сегодня протестируем я не буду давать никаких баллов я просто буду поочередно рассказывать про 1 и про 2 арбалета у всех есть свои ценности да и несмотря на то что оба арбалета очень дорогие разница в цене все еще заставляет ну ну в общем то она ощутимая сразу отличие в чем на мамбе стрелас двумя перьями ну и арбалете кто в целом я не знаю хотел сказать помягче поменьше но но я не знаю нет он явно легче мамбы легче и он ощущается как-то поменьше хотя по факту по размерам мне кажется вот это даже поменьше будет по внешнему виду сразу можно понять что арбалеты от одной компании угадываются фирменные черты и матовое черное покрытие я еще со времен барнет венженс являюсь сторонником обратных арбалетов тот кто держал в руках оба типа арбалета наверняка разделяют со мной это мнение что такой арбалет держать в руках гораздо удобнее ну да и выглядит он поинтереснее однако и у классической компоновки тоже есть свои плюсы например вес колодка это та часть которой крепятся плечи ощутимо легче и меньше и хоть в процессе стрельбы из-за того что он находится спереди это преимущество практически не ощущается но сам по себе арбалет все-таки как правило легче материалы изготовления одни и те же рукоятки натяжителя тоже одинаковые давайте начнем с армагеддона сразу же взведем и мамбу ну кстати мама гораздо проще взводится прямо ему легче возводить фаталити действительно легче возводить потому что сила натяжение меньше и рабочий ход тоже меньше тут все закономерно но давайте поговорим в целом про эту систему натяжения насколько она практична и насколько она удобна скажем так просто взвести арбалет один раз ну наверное проще с обычным натяжителем потому что он цепляется у самой тетивы почти у земли и взводится примерно до груди но все остальные атрибутик особенно если мы говорим про натяжители для современных арбалетов с маленькая та которая вот не с крючками там такая специальная накладка на направляющую но это небо и земля встроенный натяжитель гораздо практичнее и гораздо удобнее потому что он всегда тут и в одно движение арбалет готов к стрельбе давайте стреляем мамбы то же самое с думой армагеддона кстати говоря в обоих арбалетах и в мамбе и в армагеддоне есть предохранитель от холостого выстрела то есть если мы вытащим стрелу снизу предохранителя на спусковой крючок у нас все равно нажать не получится так ну да прям чувствуется что он помощнее давайте посмотрим что у нас тут с мишеньки случилось и стрелу походу сломал ладно 5 попробуем достать верхняя это у нас мамба вау а это он этому перестреляем попробуем нормально ввасть но пока это вау потому что я достал стрелу на каких наконец-то без мучений интересно что внутри этой мишеньки можно будет разобрать если вам интересно посмотреть вообще напишите как вам интересно тема мишени потому что ну лично для меня с этими съемками это прям уже боль это прям уже больная тема стрелы у них одинаковые отличаются они только оперением на армагеддоне три перышка она фаталь тих 23 пера конечно лучше чем 2 однако в одном из видео я показывал отрывы где ребята охотились на оленя с обычной мамбой то есть стрела размером с карандаш по длине и с двумя перьями спокойно справилась со стабилизацией стрелы с брут хэдом тут стрела побольше соответственно рычагу оперения тоже больше поэтому теперь я уверен что и двух перей вполне хватит кстати говоря я думаю все заметили что на этом арбалете стрела торчит что на мамбе стрела торчит и по факту арбалет может стрелять более короткими стрелами вопрос только в весе по весу самих арбалетов разница 150 грамм казалось бы но фаталить ощущается гораздо легче хотя конечно у меня на армагеддоне стоял прицел а на фаталите нет наверняка это тоже сыграло свою роль попробую объяснить полученным языком если взять длинный лучный стабилизатор в руку начать вот двигать вот так вот рукой то будет сделать достаточно легко при условии что груз мы будем оставлять на конце то есть вот так вот двигать а если перевернуть стабилизатор и взять рукой за груз то махать становится сложнее и вот с арбалетами ощущается примерно точно так же все армагеддон у которого центр тяжести находится ближе к стрелку это вот как раз таки тот вариант когда мы берем стабилизатор за груз давайте еще раз выстрелим и посмотрим еще раз на результаты еще раз мамба он кстати полегче чем doom но при этом у него нет был папа то есть у него спусковой крючок находится прямо под замком что с одной стороны плохо потому что мы ну не можем как у нас мы бы могли сместить спусковой крючок вперед да тем самым уменьшив в целом размер на балета но при этом был папа это всегда всегда дополнительные люфты на замке и дополнительное усилие на замке поэтому арбалет без был папа всегда проще ну короче проще нажимать на спусковой крючок так мамба есть дум армагеддон давайте теперь так сказать чисто проверим насколько легко стрелы достаются офигеть что касается мощности арбалета то ну и и достаточно для любых задач в любых арбалетах но если вам нужен самый мощный арбалет то это безусловно doom армагеддон ну или еще можно рассмотреть doom military он даже немного побыстрее армагеддона будет по эргономике оба арбалета мне понравились все части арбалета которых вы касаетесь руками выполнены из приятного пластика рукоять имеет интересную фактуру на обоих арбалетах присутствует защита левой руки но на мамбе фаталите есть планка вивера который по умолчанию нету на армагеддоне а планка вивера как известно это хорошо на обоих арбалетах есть стс во взведенном состоянии угол тетивы на арбалете doom армагеддон больше чем на мамбе и поэтому на натяжителе вместо простых упоров установлены ролики которые не будут перетирать тетиву и гораздо дольше сохранят ее работоспособность тросы сделаны уже по любимой бир хантером системе а именно это полностью симметричная система то есть тросы не перекрещиваются между собой а значит не трутся и имеют одинаковую длину ну и конечно же они раздвоены потому что нагрузка большая углы большие и чтобы обмотка дольше сохранял свои свойства и не расходилась тросы сделали более тонкими стрем мне кажется одинаковая что на одном арбалете что на другом приклад тоже замечательный регулируемые удобный он один в один что на одном арбалете что на втором прижимная планка тоже одинаковая выполнена в виде щетки кстати зацените их блоки я конечно ни на что не намекаю ну вот блок армагеддона а вот блок мамбы и вот их специально так положил но мне кажется они похожи то есть видите возникает прям такое логичное логичное следствие что ну блоки то на мамбе и на думе они тоже очень похожи они прям практически один в один и отличаются только местом куда крепится трос ну потому что там сетива по сути в разные стороны наматывается и короче небольшое отличие фоточку приложу посмотрите вот тут примерно то же самое то есть блоки по своей форме они одинаковые но на разных арбалетах и дают разную скорость а на этом все я обещал рассказать как сберечь жизнь вашей техники ответ достаточно просто и про это даже ходят множество шуток часто в эксплуатации возникает куча неочевидных нюансов до которых можно догадаться только после того как все сломается и арбалет тут совсем не исключение не так давно я разговаривал с охотником с опытным охотником который добыл с помощью арбалета ни одного зверя но он не мазал арбалет воском и тетива вышла из строя меньше чем через 300 выстрелов поэтому читайте инструкцию даже вот если вы чайник купили и пользуетесь может быть он умеет что-то там например держать температуру или там кипеть к определенному времени да как вы там запрограммируйте поэтому читайте всегда инструкцию смазывайте ваш арбалет воском не стреляйте из него без стрелы так же как и из лука и до новых встреч вы только посмотрите ну-ка двумя двумя пальцами счастье какое спасибо за просмотр! Продолжение следует...